Планировщики задач используют для разных целей. Одна из самых популярных – бэкап-данных. Сейчас во многих компаниях для бэкапа используют готовые решения, которые делают это централизованно, со всех систем, умеют самостоятельно восстанавливать и имеют широкий функционал. Однако дедовский метод организации бэкапа с Linux серверов все еще имеет большую популярность и применяется не только в малых компаниях. На самом деле у меня скопилось несколько небольших утилит, о которых нужно рассказать, и все эти утилиты так или иначе применяются при бэкапе. Поэтому мы будем создавать решения для бэкапа и одновременно рассмотрим карту из утилит. Для начала следует определиться, что мы будем бэкапить. Для примера возьмем домашнюю директорию пользователя. Следует определиться с размером этой директории. Для этого я использую утилиту do с ключами sh. Приостановимся на этой утилите. do файл покажет размер файла. В данном случае файл пустой, поэтому его размер 0. Если я добавлю что-то в файл, его размер изменится. Теперь мы видим, что размер стал 4. По умолчанию размер показывается в kibi-байтах, то есть 4096 байт. Чтобы не считать размер, особенно если файл большой, лучше использовать опцию hash, human readable, то есть понятный человеку размер. Можно узнать размер директории со всем содержимым, просто указав директорию. Но если в этой директории будут поддиректории, то do покажет размер каждой из них. Чтобы показать общий размер директории, можно использовать ключ s. Чтобы увидеть размеры всех файлов в директории, следует передать их команде do с помощью, например, звездочки. На всякий случай напомню, что звездочку обрабатывает bash. То есть при виде звездочки он собирает имена всех файлов и передает их команде do в виде аргументов. do файл 1, файл 2, файл 3. Весьма полезно бывает отсортировать файлы по размеру. Например, чтобы увидеть самые большие файлы. do сам не сортирует, но для этого можно использовать команду sort с ключом hash. По умолчанию она сортирует от самого маленького файла к самому большому, что не всегда удобно, поэтому сортировку можно перевернуть с помощью ключа R. Команда ls также может вывести размеры файлов и сразу их отсортировать. Но, как видите, вывод ls не всегда удобен для чтения. У do есть и другие интересные ключи, но для большинства случаев сказанного выше будет достаточно. Поэтому продолжим. Итак, мы знаем, что наша домашняя директория занимает столько-то мегабайт. И здесь огромное количество файлов и директорий. Давайте узнаем сколько. Для этого используем утилиту find. Примерно 5000 файлов и 300 директорий. Теперь разберем, как мы это узнали. Find – важная утилита, с которой нужно научиться работать. Синтаксис примерно такой. Find – где, а дальше то, что мы ищем. В данном случае мы искали файлы. Ключ type f, а также директории type d. Find найденное выводят в виде списка по одному значению на строку. Поэтому можно просто посчитать количество полученных строк. И это будет количество файлов. Для этого используем утилиту vc с опцией l. Посчитать количество строк. Find обладает большим функционалом для поиска файлов. Самое простое – поиск файлов по имени. При поиске можно использовать регулярные выражения. При этом не забывайте брать выражения в кавычки. Для примера найдем все файлы с правами setUit, принадлежащие root пользователю. Некоторые опции мы уже разбирали. Из нового perm – permissions – права. С помощью этой опции мы можем искать файлы с определенными правами. Также мы можем запускать команды с помощью exec и передавать им найденный список файлов. В данном случае я передал список команде ls-l. В find есть список готовых команд, которые можно выполнить с найденными файлами. Среди них есть тот же самый ls. Можно, например, список найденных файлов копировать. Также можно exec заменить на oc, чтобы перед каждым действием спрашивать пользователя. Find заменяет фигурные скобки найденным значением. Точка с запятой означает, что команда будет запущена для каждого значения отдельно. Вместо точки с запятой можно использовать плюс, чтобы запустить всего одну команду со списком значений. Для примера используем echo. В первом случае команда echo запустилась три раза с тремя разными аргументами. Что-то вроде цикла for со списком значений. Во втором случае команда find получила разом все три аргумента, поэтому вывела все в одну строку. В общем, с помощью find можно гибко искать по всей системе файлы, основываясь на различных значениях. Имени файла, владельца, правах, времени доступа и изменения файла и тому подобное. После чего можно сразу выполнить с файлом какое-либо действие. Удалить, скопировать, посмотреть и тому подобное. Я раскрыл не весь функционал find, но вы всегда можете найти необходимую опцию в мане или гугле. Find нам понадобится еще чуть позже. А пока вернемся к бэкапу. Итак, у нас есть директория, в которой тысячи файлов и сотни директорий. Самый простой способ бэкапа – просто скопировать директорию. Но нужно понимать, что при этом система будет копировать каждый файл, каждую директорию по отдельности, создавая для каждой копии новый enote, проделывая кучу операций. При этом, если мы будем копировать на другой компьютер, опять же, все операции будут проводиться с каждым файлом по отдельности. Для нас это может быть и прозрачно, но для системы это множество лишних операций. И это еще у нас тестовая система, где файлов мало, а в рабочей среде файлов может быть во много раз больше. Для бэкапа и передачи большого количества файлов лучше использовать архивацию, объединить несколько файлов в один. Для архивации используется утилита tar. Синтаксис для создания архива такой – tar.cf, где ключ c – это create, т.е. создать, а ключ f – это файл – файл архива. После f нужно указать директорию и имя архива, после чего указываются директории и файлы для добавления в архив. Для примера создадим архив домашней директории пользователя. Этой командой tar создает архив в директории temp с названием user.tar и добавляет в этот архив директорию home user. Обычно для архивов используется расширение .tar. Размер архива примерно соответствует размеру директории. Чтобы посмотреть содержимое архива, можно использовать ключ t. Кстати, обратите внимание, что при создании архива tar выдал сообщение об удалении символа корня со всех файлов. И при просмотре содержимого архива это видно. В начале каждого файла отсутствует слэш, т.е. используется относительные пути. Это позволяет распаковать архив в любую директорию. Для распаковки архива используется ключ x – экстракт, извлечь. Во-первых, я неспроста зашел в директорию temp. Tar по умолчанию распаковывает содержимое архива в текущую директорию. Т.е. я находился в temp, и tar распаковал архив в эту директорию. Во-вторых, из-за того, что в архиве при создании был убран корень, то все файлы распаковались в директорию tmp. В итоге получилось temp home user. Из архива можно распаковать определенный файл, а также указать директорию, куда это будет распаковываться, с помощью ключа c. При этом, как видите, везде используется относительный путь home user. Если при создании архива мы не хотим включать путь к самой директории, как это было с home user, то нужно либо зайти в эту директорию и указать текущую директорию, либо использовать тот же ключ c, который заходит в эту директорию за нас, а дальше указать точку в качестве текущей директории. Если же мы хотим добавить новые файлы в архив, используем ключ uv update. Ладно, с архивом разобрались. Для бэкапа мы будем создавать архив, в котором будут все наши файлы. Если что, распакуем и достанем нужный файл. Но каждый наш бэкап будет занимать место столько раз, сколько сами данные. А если мы делаем ежедневный бэкап и храним эту неделю, то нам понадобится в 7 раз больше места. В нашем случае 300 мегабайт немного и не критично. А в рабочих системах данные могут весить очень много, а значит надо как-то экономить место при бэкапе. Для этого можем воспользоваться сжатием данных. Существуют разные типы сжатия, с потерей или без потерь, разные алгоритмы и утилиты. Надаваться в детали мы не будем, но эти картинки иллюстрируют простой механизм сжатия без потерь. У нас есть сколько-то блоков данных, в них повторяющиеся данные. Мы можем заменить повторяющиеся данные просто ссылками на один блок. Для сжатия мы будем использовать GZIP. Хотя есть и другие алгоритмы и утилиты, но GZIP наиболее популярен. Итак, для сжатия с помощью GZIP можно указать GZIP и нужный файл. Здесь ключка нужен, чтобы не удалять оригинальный файл, так как по умолчанию GZIP сжимает файл и удаляет оригинал. В обычных условиях нам оригинал файла не нужен после сжатия, но для тестов он еще пригодится. GZIP создает файл с расширением .gz и сжимать можно не только архивы, но и просто файлы. Как видите, сжатый архив весит примерно на треть меньше, но при сжатии задействуется процессор, и это занимает время. Для примера используем другую утилиту для сжатия, GZIP2, которая использует другой алгоритм сжатия. Как видите, с этой утилитой получается сжать чуть больше, но при этом процесс требует больше ресурсов и времени. Обычно процесс архивации и сжатия совмещают, для этого стар использует ключ C. Как видите, архив сразу получился сжатым, и нам не пришлось вводить команду для сжатия. При этом для распаковки сжатого архива дополнительных ключей не требуется. Хорошо, теперь мы знаем, как делать бэкап. Но для удобства названия бэкапов должны говорить за себя. Например, они должны содержать имя хоста и время бэкапа. В этом нам поможет баш. Определить имя хоста можно легко. Просто команда hostname. Дальше нам стоит определиться с форматом времени. Для показа времени используем команду date. Но стандартный формат вывода date не подходит для названия файлов. И date очень гибкий в этом плане. На линуксах с двоеточием в имени файла проблем не будет, но если нам вдруг понадобится перенести файл на Windows, придется переименовывать файл. Поэтому лучше заменим двоеточие на точку. Теперь интегрируем это в команду tar. В итоге у нас получился сжатый архив с нашей домашней директории, с датой и временем создания. Так как temp не подходящая директория для бэкапов, создадим директорию slashbackup. Выдадим права и протестируем. Сделаем из нашей команды скрипт. В команде tar добавим опцию verbose. И добавим перенаправление stdout и std error в файл logo. Дадим права и протестируем. Скрипт работает. Теперь добавим его в crontab. Я добавлю на ближайшее время для теста. Как видите, cron сработал, бэкап создался. Но, как и с логами, бэкапы надо периодически удалять, чтобы не забивать все свободное пространство. Для начала нужно определиться, сколько мы будем хранить бэкапы. Предположим, 5 дней. Бэкапы старее 5 дней мне не нужны. Теперь нужно научить систему удалять такие бэкапы. Можно написать какой-нибудь скрипт, который будет считать по датам и сравнивать с именами. Но это очень сложно и не лучшее решение. Лучше всего для этого использовать find, который может находить файлы. С ключом mtime, который ищет файлы по временем модификации. Для начала нам понадобится бэкап старее 5 дней. Но сидеть и ждать 5 дней я не хочу. Поэтому воспользуюсь утилитой touch с ключом t, который может изменить время модификации файла. Как видите, время изменилось на 8 марта. Это 5 дней назад. Теперь воспользуемся find, чтобы найти файлы старее 5 дней в директории бэкап. Я пишу плюс 4, потому что mtime начинает отсчет от нуля. И mtime плюс 0 это предыдущие 24 часа. Соответственно плюс 4 это старше 5 дней. Добавим это в скрипт, заменим ls на delete и протестируем. Как видите, бэкап, который был старее 5 дней удалился. Итак, давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами написали простенький скрипт, который бэкапит нашу домашнюю директорию. Однако целью был не сам скрипт, а утилиты, стоящие за его работой. Мы с вами познакомились с утилитами do, который считает размер файлов, find, который может находить файлы по разным критериям, tar, который может архивировать файлы, xzip, который может сжимать файлы, date, который позволяет нам именовать наши файлы с нужным форматом времени, touch, который позволяет поменять время изменения файла, чтобы мы могли провести тесты. Воспользовавшись всеми этими утилитами, мы создали простенький скрипт и добавили его в крон, что дает нам простой бэкап механизм с автоматическим созданием и удалением старых бэкапов.